приветствую вас друзья на канале свис стич меня зовут ирина в этом видео я хочу показать вам чем я занималась на этой неделе вот перед вами вечерние город лугана вот так украсили красиво это рождественская ярмарка все в огнях все горит и блестит ну сейчас покажу что у меня навышивалась и вот я так заметила что я не могу долго расстаться с какой-то работой такой которая мне запала в сердце такая как скатерти я ее так долго делала и я прям не знаю я долго отхожу вот у меня был такой после постарали я вообще ничего не хотела вышивать ну вот после скатерти тоже такое как-то вроде как что-то начинать большое мне не хочется а вот и и расставаться с этими мережками хардангером не хочется ну и вот что я сделала посмотрите это поближе ну вот так вот я сделала такую пинкипчик на коробочку это коробочка была у меня видите здесь у меня даже бессирок пришит этот элемент я взяла из какого-то набора от виктории сэмплер это розочка это обыкновенная баночка это был крем для глаз и вот я его приспособила как мусорничка ну как миленько не правда ли а это я вам хотела показать как местные рукодельницы вязальщицы видите как они какую елочку они сделали это они квадратики каждая тампана вывязывала сколько могла и потом они вместе собрали видеть типа какой-то конус и не вот такая елочка подсвеченная изнутри и ну не правда ли какая замечательная идея я вам рассказывала об этой группе что это в поддержку больным онкологическим они вяжут помните я вам показывала деревья они обвязывали вот это не такую елочку и стрелали прелесть но не прекрасный ли вечерок такой фильмец меня придавила котом и смотрите какая у меня красота ну вот вам решила вставить немножко кадры мы ходили гуляли по лугану как я показывала уже в начале вот так красиво украшены витрины гугана город коммерческий все рассчитано на туристов чтобы продать вот так скромно украшена церковь и даже почему-то звезда у них не зажжена это протестантская церковь церковь моего мужа я не стала заходить внутрь так сняла видите протестантская церковь они очень скромно много эти рождественские звезды украсили все а вот ювелирные магазины они конечно постарались это бухерер это очень дорогой ювелирный магазин видите как они такие пряничные домики каждый год что-то интересное новое выставляют а это вот изумруды и бриллианты а здесь не понравились вот эти снежинки такие они нежные красивые очень элегантно выглядит ну а я предлагаю пойти на центральную площадь и посмотреть на главную елку города лугана вот посмотрите какая нарядная красивая площадь очень здорово украшена и елочка большая в золоте в этом году все украшают в золоте и я тоже туда красивая елка добавляет себе новогоднего настроения рождественский дух летает вокруг мы погуляли здесь на этой площади в основном рестораны и террасы вокруг открытые они поставили это рождественский базарчик мы зашли туда вот пожалуйста вин брюле блинчики можно мы взяли карамельное яблоко лучше взяли вин брюле прощайте зубы вот так открытые террасы где можно сделать оператив взять с друзьями пообщаться видите сколько много людей социальная дистанция какая социальная дистанция не они не слышали и вот вам покажу поближе что у меня получилось это спринг бокс от виктория сэмплер как я уже сказала тема хардангера меня не отпускает хардангер в чистом виде я честно говоря не очень люблю я вот помню что я видела там салфетки у кого-то лежат на столе как-то чтобы меня привлекало и у меня было бы желание сделать себе салфетку и постелите куда-то ее где-то применить нет такого у меня нету но мне так нравится его вышивать это вообще так занимательно это так интересно это не скучно все это я подбер вышивала подбором и вот здесь этот турецкий шелк у меня эти цветочки ниточками мулине я вышивала обыкновенные вот эти желтенькие это rainbow гэллери это что у меня все мандалы осталось и все никак не использую вот здесь тоже rainbow гэллери вот эти золотые темно золотистые светлые золотистые и вот здесь вот это шелковая ниточка это rainbow гэллери покажу мою организацию вот такая у меня есть жестяная коробка на злобу дня с тиграми год тигра грядет вот так красиво металлическая сюда я все это маленькие пальчики тоже удобно вышивать вот эта ниточка rainbow гэллери как она называется я даже не знаю а нет глориана глориана это глориана это какой-то лавандовый айс точно лавандовый лед очень она мне нравится эта ниточка но все равно у меня еще очень много остатков по мандале вот это желтеньким что я вышиваю rainbow гэллери где-то здесь золотистые вот они вот эти золотистые вот так я в коробку все это складываю мусорничка игольничка а и двенадцатые двенадцатая перле dmc ну значит здесь еще будет это будет это будет элемент на крышку от спринбокс называется это все это будет на крышку потом еще будет игольничка и будет футлярчик для ножничек там если я не ошибаюсь да и вот ну не правда ли красиво да и это я вот думаю так как мне не нравится хардангер у кого-то вот на салфетках но мне нравится его вышивать а это я готовлю в подарок вообще-то ну я хочу подарить своей подруге и опять же у меня возникает вопрос я вот не люблю чтобы мне дарили рукодельные подарки ну в смысле как если мне что-нибудь там свяжут какой-нибудь шарфик или шапочку или варежки да прекрасно потому что я сама я умею вязать но я не вяжу в данный момент а если мне что-то вышитое подарят ну как бы нет я не хочу я не люблю такие подарки и вот я думаю а подружка а подружке понравится этот подарок но она сама не вышивает и ей нравится когда она видит мои вышивки может это я такая вредная противная ну короче говоря не знаю так вот ну не знаю мне не нравится когда мне вышитые подарки дарят я сама люблю вышивать я сама люблю вышивать и чтоб у меня там что-то в доме вышитое было и это мое и да мне это прикольно мне это классно а когда-то кто-то выщит и мне подарит ну зачем не надо вот так на этой неделе вот что у меня происходило покажу вам еще как-то в прошлом видео я у Даши видела ей кто-то подарил такие снежинки хотела покажется в этом году эти снежинки не вешала потому что у меня все в золоте в этом году но я каждый год вышиваю по одной снежинке вот такая у меня сейчас как бы предновогодняя тема хочу вам показать такая у меня снежинка есть потом у меня вот такая снежинка есть все эти схемы все это ввязано понятно крючком накрахмалено и ничего особенного такая снежинка такая большая снежинка смотрите какая огромная и вот такая снежинка она уже здесь лежала она немножко это самое эти снежинки у меня есть в прошлогоднем видео как я делаю эти снежинки я их иголочками натягиваю накрахмаливаю потом вот так натягиваю иголочками и сушу они когда вышиты связанные они выглядят вообще как бы не очень привлекательно но потом когда их натянешь накрахмалишь и они очень такие симпатичные вот такая снежиночка вот такая у меня снежиночка походу эта снежинка мне наверное больше всех нравилась потому что у меня их сколько вот это также по этой же схеме так я понимаю связано вот такая звездочка у меня есть это как-то не очень видите связала цвет икрю и как он отличается вот он белый цвет и этот цвет икрю сразу заметно и вот такая снежинка у меня вот у меня такой прям снегопад снегопад вот ну и пожалуй все на этой неделе было такое немного я там взяла своего мишку бедного повышевать а так на этой снежной ноте я с вами прощаюсь и благодарю за внимание пишите свои комментарии свои отцы нравится вам хардангер не нравится вам хардангер используйте вы подбирайте сами не подбирайте сами я вот эти нитки смотрю шелковые они столько денег стоили и они сейчас валяются и я их никуда не этот я решила буду я их везде куда можно и нельзя использовать потому что ну просто жалко я недавно смотрела видео Елены Тирамису и она там продавала у нее там столько этих шелковых ниток и я прекрасно понимаю сколько она заплатила за эти нитки сейчас она должна это ну я понимаю человек не хочет захламляться и я понимаю что она продаст за 3 копейки эти нитки они стоят дофигище ну вот надо расхламляться нельзя оставлять все надо куда-то это все девать ну все сегодня что разговорилась ну ладно всем желаю здоровья прежде всего хорошего настроения предновогоднего хороших подготовок пусть у вас будет только позитивное все в жизни всем пока-пока до новых встреч ах да совсем забыла от примитивом от балованной кошечки я не а Субтитры создал DimaTorzok